МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС, ПАВАЖАНЫЕ ТЭЛЕГЛЯДАЧЫ! Часом хочется зазернуть у минуле и узгадать не стареючие, прыгожие песни и их выканавцу. Дякуючи фондам Белтелерадиокампании, мы маем ахчимысь гэты зарабіць и вспомнить яркие моменты творчого життя майстру и кумиров беларускай культуры, героев наших передач. Сьогодня вас чекает встреча с прыгожей женщиной, талиновиты спявачкой, заслуженной артисткой Республіки Беларусь Тамарой Пячинской. Сьогодня вас чекает. Сьогодня вас чекает. Тамара Сергеевна, добрый день. Добрый день. Разрешите в самом начале нашей встречи от всей нашей творческой группы преподнести вам эти цветы в знак признательности за ваше творчество и с огромной благодарностью за то, что вы сегодня наши гости. Спасибо, Мариночка, большое спасибо всей группе. Пячинская Тамара Сергеевна народилась 6-го жнивня 1949 года у Запорожья на Украине у семьи наставницы молодших классов и военного инженера, летчиков и пробовальника. Семья часто переезжала. Школу Тамара Пячинская скончила у Омску. Потом училась у Свердловской консерваторой, пасля скончила аспирантуру. Працуючи у Свердловским оперным театры, познайомилась со своим будучим мужем, выходцем с Беларуси. Пасля пяти годы у шлюбу семья переехала у Минск, дзе Тамара Пячинская сумещала працу у театры оперы и балета с працей у консерваторой. Потым некалькі годы працавала у Харковским оперным театры и вось поступила прапанова паспробовать свои силы у оркестры Беларусского радио и Пелебачення. Чувэрцтагодзе спявачка прасвятила гэты працы. У 1990 годзе Тамара Пячинской было прасвоена генеровое званне «Заслужная артыстка Беларусской ССР». Тамара Сергеевна, помню еще бытность своей работы на радио. Тогда, когда формировались музыкальные программы, с удовольствием открывала для себя солистов нашей Белти радиокомпании. И именно тогда познакомила с вами заочно. Тогда ваш голос звучал очень часто. Ой, там все звучали, которые работали на радио-телевидении. Вы знаете, нехорошо может так говорить, но вот каждый день, как мне говорили, утюг включи, там Печинская. Не потому, что именно меня. Творческий портрет, допустим, там Валерия Иванова. Я пою его висковые песни. Творческий портрет Смольский, допустим, Дмитрий Брониславович. Опять я там. В общем, вот так. И поэтому действительно по радио это день и ночь, так сказать, звучало. В нашей программе мы неоднократно будем обращаться к фондам Белти радиокомпании. И когда мы готовились к программе, нашли тоже много интересных записей. Я предлагаю сейчас вспомнить одно произведение в вашем исполнении. Свет шумного балла, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, Как звон отдаленной свирели, как море, витрающий май. Мне стон твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид. А смех твой и грустные звонки с тех пор в твоем сердце звучит. Вас называли королевой романса. А как вы сами относились к такому титулу? Никак. Как я относилась? Ну, приятно было. Когда мне сравнивали с Еленой Васильевной Образцовой, вот это для меня было приятно. А у вас и внешняя схожесть. Да, спасибо. Вот это было приятно. А королева? Ну, что я королева? Я вообще царица Тамара, а не королева. Да, как-то смешно, я шучу. Музыкальный вкус человека во многом определяет то, какая музыка звучала в его доме в детстве. Вы знаете, отец, часто ездив в Германию, он привозил оттуда вот такие огромные ящики, такие черные, там такие, как баян, были отделы, и там были пластинки. Там были итальянские партии, итальянские композиторы, итальянские певцов, наши, тоже Ирина Константиновна Архипова, Елена Васильевна Образцова, это вообще мой кумир. Вот я на этом и выросла. Мама играла на гитаре шикарно, всех нас собирали. То есть какие-то музыкальные посиделки, такие дома были? Конечно. А когда вы стали принимать участие в этих музыкальных вечерах? Прямо вот, когда родилась. Мама говорит, она не кричала, она пела. Когда рождается человек, он кричит. А Томочка, говорит, пела. Уже знала, что она меня так назовет. У меня дедушка был грузин, он говорит, хватит этих немцев тут, давай, пусть будет Тамара. Царица Тамара. Царица Тамара, так он и сказал. Назвал. А Вальтер у меня был старший брат. Ну, мама потом его, Валентина, переименовала. А Эмма так и осталась, Эмма, немецкое имя. Ну, батька немец, ну что делать? Любил немецкие имена. КОНЕЦ Тамара Сергеевна, скажите, пожалуйста. А вот вы с детства мечтали стать музыкантом, певицей? Или все-таки, как большинство девочек, я не знаю, мечтали стать актрисой, врачом? Нет. Сразу родилась, я думаю, буду. Ну, актриса и певица, я же не знала, что у меня голос будет. А потом где-то уже 4-5 лет я уже вовсю пела. Все, потом в школе. Я не люблю это слово самодеятельность, но оно так. Все же мы вышли оттуда. Школьная самодеятельность была прекрасная. У меня такой педагог был, Николай Иванович, просто баянист. И вот он у нас всех, девчонок, которые учил, хорошо пению. Просто изучали пение все. Так и азы давал. Хотя у меня дома все, мама могла это сделать. В школе как-то, знаете, как мама есть мама, а вот педагог это педагог. Конечно. Потом в училище поступила я музыкальное. Ну, а дальше консерватория, аспирантура. А музыкальное училище именно на вокальное отделение? На вокальное, омское, да, училище. 16 лет у меня. Ну, 16 лет это как-то рановато для голоса. Рановато, рановато, да. Ну, я же мэссо-сопрано, поэтому... Они более уже сформированы к этому времени, да? Не сформированы. Ну, слышно, что уже берут, да. Но меня не взяли. И я, чтобы не отставать, поступила в институт на исторический факультет. Так. С девчонками, с своими одноклассницами. Ну, и пошла, сразу побежала, записалась на вокальный кружок. А там преподавательница была завкафедрой музыкального училища, вокального отделения. Я пришла, она говорит, деточка, а что ты здесь делаешь? Почему ты не поступала в училище? Я говорю, поступала, меня не взяли. Она, ну вот, мы подготовим программу к 7 ноября. С Ольвикой я там пела. Ну, потом... И все, говорит, я тебя беру в свой класс. Вот так, без экзамена. Ну, то есть я экзамены-то сдала в институте. И все, мне нужно было только перед кафедрой спеть. Ну, вот эти вокальные произведения, и все, я поступила. То есть историком вы были недолго? Недолго, где-то два месяца было. Тамара Сергеевна, вы участвовали в конкурсном отборе в оркестр белорусского радио и телевидения. На радио и телевидение брали солистов. Там человек 50 прослушивалось. Правда. Нужен был такой академический голос, эстрадный Евдокимов и народный Валя Пархоменко. Вот нас так и взяли втрою. Когда я пришла в отдел наш музыкальный, мне... Наш начальник мне сказал, что... Я говорю, что я должна делать? Главное, твои записи. Ты должна делать записи с концертмейстером. Так. С оркестром радио и телевидения. С ансамблем радио и телевидения. Кто там у нас? С хором. Вот. Ты, облако моё, Который день мой мрачен, Когда заучивая мысль о тебе. Очень медленный темп. Я всё просила, чтобы они сдвинули его. Ну, вот Тамарацкий просил автора этого произведения, чтобы в таком темпе как бы ностальгия какая-то что-то у него навеяло. Ну, Борис Ипалевич согласился с этим. Величайший был человек, дирижёр, музыкант. Я ему очень благодарна. Первый концерт у меня был сольный, именно с ним. Боже мой. Это было сто лет назад, Мариночка. «Или измеряю путь, который нам назначен, Или измеряю путь, который нам назначен, И где судьба моя? И где судьба моя? Чужда твоей судьбе. Я уже до туго, как прийти на радиотелевидение, я закончила консерваторию с отличием. Я пела спектакль целый. Амнерис в опере Джузеппе Верди, Аида, Пардию. В Свердловском театре. Я полностью пела. У нас было 15 человек в группе. И только двоим, там девочки ещё одной, Травиату она пела в Перми. А я в Свердловске пела. Поставили пятёрку. Я вообще, конечно, мечтала об оперной сцене, но радио и телевидение настолько полезная вещь, если можно так сказать. Здесь воспитывается вкус, потому что слушаешь себя постоянно. Ну, когда записываешься, мы же несколько дублей делаем. Бежишь в эту звукооператорскую, прослушаем, ага, что-то там не так, что-то не так. Опять возвращаемся в зал. Я предлагаю, мы сейчас вспомним ещё одно музыкальное произведение в кадре «Вы» и симфонический оркестр белорусского радиотелевидения за пультом Борис Ипполитович Райский. «Ты был один, мой лёс не полторный, не зарученный бой, мой нарочон, я тебе бочки проводила убой, аж до дороги и шла за тобой, ой, дорогий, неналядный ты мой». Это был творческий вечер Глебова, произведение на стихе Буравкина Геннадия Николаевича. Участия в концертах, этого тоже много было, не только ведь, правда, записи. «Ой, это концерт-то было тьма, у нас же нормы были, поэтому надо было 30 минут музыки за месяц, но это очень много». «Ну, в фондах очень много записей, притом прекрасного качества». «Спасибо большое, вы знаете, да, я что-то там подсчитывала, более трёх тысяч наименований. Мне не стыдно, ни за одну запись». «Ой, незабытый!» «Краска, шнель, автомат, патронтаж, болей не мой, ты терпел уже наш, наш первоможца, наш оборонца. Вечно на варте в родимой сторонце ложный солдат и бесстрашный и верой». «Крупным планом всегда показывают меня, ну, чаще всего показывали. Сами говорили операторы, говорят, «Тебя надо крупным планом показывать». И они меня очень любили, и камера, конечно. Я благодарна камерам, всем операторам. Мне как-то сказала одна женщина, она говорит, «Ну, жизнь такая обыкновенная, почему ты на сцене такая красивая?» Я говорю, «Потому что мне говорят, что я фотогенична и телегенична». Ну, вот есть такие. Вот какая-то такая штука, не понимаю, метаморфоза какая-то происходит. И потому что я там, не знаю, вот почему меня операторы любили, наверное, за это. Ну, а фигуру так поддерживать? Вы... То я... Какую-нибудь зарядку, не знаю, питание, что-нибудь, как теперь модно, здоровая жизнь. Ну, я делала зарядку, обязательно, конечно. Халахуп крутила постоянно, это все, это все присутствует. Потому что видно, стать, стать, все. Без фанатизма. Да, без фанатизма, потому что это вредно. Запрещала себе много есть, хотя я люблю поесть, но... Но потом как-то так вот, когда ушла из телевидения, ну, на пенсию ушла, все, у меня что-то так... Я так, как это была депрессия страшная просто. Ну, думаю, ну, не буду же тебя держать до 90 лет. Нет, вот, жалко было. И поэтому я стала чего-то отолстеть. Мне сказали, что от депрессии... Больше вкусненького. Да, заедала все свои... Грустинки. Грустинки заедала, вот, едой. Потом встала, думаю, ну, хватит же, надо же похудеть. Сейчас нормально вроде бы, но все равно до той кондиции мне далеко. Вновь мы сейчас посмотрим на экран и послушаем прекрасный роман в вашем исполнении. Спасибо. Тихостью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мою радость, О, где же ты? А какие красивые наряды у вас? Это все нас одевало телевидение и радио. Радио, конечно же. Ну, телевидение. В доме моделей, да. Радио, телевидение. Да, нам там вшили все. Романсы, конечно, тоже моя боль. Мне очень нравились. А как я стала их петь, с ансамблем надо было ездить по нашей всей республике. Ну что, я буду петь Чайковского, Рахманинова, кто там будет слушать в Диарео, никто. А вот романсы всем нравились. Коль мы уже, так скажем, романсовую, лирическую линию продолжим, вот получилось так, что и папа военнослужащий, и вы замуж выходите за военного. Военные, как перелетные птицы, их семьи тоже. Ну вот мне повезло, потому что в Свердловске познакомились с ним, потом приехали в Минск и Харьков, и все, и опять Минск. А вот Минск чем стал в вашей судьбе и жизни? Ну что, первое, то, что консерватория, потом радиотелевидение. Это вообще мой дом родной. Я когда выхожу на сцену, ну волнуешься, конечно, выходишь, так вот камеры, боже, увижу своих операторов любимых, все, я уже, я не волнуюсь, все спокойно, все хорошо. Вот радиотелевидение, правда, колыбель просто моя. – Оперное искусство, расскажите об этом. – Ой, обожаю. – Пусть его было, может быть, немного, но все равно. – Да, как говорят, есть актер одной роли, певица. В общем, я закончила консерваторию, как я сказала, партия «Амнерис», оперный класс. Затем я приехала сюда, и Эдди Моисеевна познакомила меня со Смольским Дмитрием Брониславовичем, ведь ставили тогда «Седую легенду» в нашем оперном театре. Смольский послушал меня в консерватории у Эдди Моисеевны, и взяли меня в оборот тут же, все, я за три дня выучила эту партию. Они меня попросили через неделю прийти, прослушал меня Машенский Владимир Анатольевич. Все, сказали добро, и вот таким образом я попала сюда, в этот театр. ПЕСНЯ Я ее пела пять лет. Уехала в Харьков, когда муж туда уехал, перевелся в академию военную. И мне присылали приглашение, и я все время приезжала сюда, в Минск. Ну, на протяжении трех лет никого не могли найти, пока не пришла в театр Наташа Руднева. Потом она же стала, подхватилась в туфету, стала петь эту партию. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, рецензии потрясающие были тогда на постановку. Потрясающие. И меня директор театра обманул, он сказал, если ты споешь вот в Большом театре хорошо, и будут хорошие рецензии, я тебя беру в театр. И ничего в Харьковском театре. Я все партии маленькие перепела, ну, все вот, которые буквально там были. А потом, ну, как всегда бывает в театре, заболевает певица. Она говорит, Томочка, я не хочу, чтобы эти наши тут пели. Спой, ты же говорила, пела. Я говорю, говорила. Она говорит, пошли, у нас все решает режиссер. Заходим к нему. А он, Тамарочка, ты правда пела? Я говорю, ну, а зачем бы я говорила? Ну, как это я буду позориться, что ли? В общем, он, ну, немедленно иди к дирижеру, сдай ему партию. Захожу к дирижеру, сидит за столом, так открыл. Ну, что мы будем, две, ну, по-украински. Он говорит, что мы будем эти действия, давайте сцену «Судилище» пройдем. Это самая сложная сцена в этой опере. Давайте, говорю. Ну, я начинаю петь, все, он сидел, сидел, потом встает постепенно, снимает с себя пиджак, садится на стульчик дирижерский, подвигает клавир. Я пою дальше, он встает со стульчика, уже встал и дирижирует, уже стоя передо мной. Потом закончили все, ну, спасибо. Я ничего не понимаю. Я говорю, что такое? Ну, как вы поете здесь маленькие партии? Вы же отличная певица, да как это так? Ну, все, спела я очень хорошо. У меня на второй день. Звонит мне секретарша директора. Она говорит, немедленно к 11 часам к директору. Захожу к нему, и он вот так идет, руки протягивает ко мне. Ну, милая моя, ну, что ж ты так скрывала себя-то, свой талант? Я говорю, вы же меня не взяли, а теперь вы говорите, что я скрывала. Все, я беру тебя. Сначала не очень большая зарплата, 360 рублей, это небольшая тогда, в то время. Тут я 80 получала. Все, берем на все партии, вот дом достраивается возле театра. Я говорю, я одна решать не могу, мне надо с мужем посоветоваться. Конечно, конечно. Вот такое было счастье, я вам сказать не могу. И я от этого счастья уехала в Минск. Ну, за мужем, что ж делать, боже мой, не хотелось. Театр – это ваша стихия? Ну, да, ну, вот все говорят. Просто не сложилось. Когда-то, да, не сложилось в театре. Ну, что, что не сложилось. Зато, знаете, ну, в театре, можно так сказать, вот, допустим, ну, правда, зритель знает кого. Ну, кто на экране чаще всего появляется. А кто с оперного театра? Ну, там считанные солисты, которых знает вообще публика. А нас всех, вот солисты, которые были на телевидении, знала вся страна. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сантуция, Масканье. И здесь же, в этой передаче, я пойду в Сигидилью, Кармен, и пою Азучен. Это была прекрасная запись. Вообще, я там почти все арии пела. И старалась больше арию записать, возместить, так сказать, свое присутствие в театре, вместо театра в студии. Субтитры подогнал «Симон» Тамара Сергеевна, вы приезжаете в Беларусь и погружаетесь в атмосферу белорусского языка. Как вот белорусский язык вошел в вашу жизнь? Ну, я ведь украинский хорошо знала. Они похожи. Ну, что-то мне как-то ближе стал белорусский язык. Дело в том, что у певцов проблемы нет. Поют же на французском языке Кармен. Поют на итальянском языке Аиду. И сейчас на языке оригинала все поют. Поэтому для вокалистов это вообще не проблема. Абсолютно. Обожаю петь на разных языках. Я только на английском ничего не пела. Ну, и следующее музыкальное произведение, которое мы предлагаем вам и нашим телезрителям, как раз на белорусском языке. Белорусские авторы. Да. И оркестр белорусского радио и телевидения. ПЕСНЯ 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 «Миловица» Так и называется эта прекрасная песня. Миловица за Кремльова, Леонида. Песня замечательная. А какие еще песни любимые? Ну, есть и «Народные братья» эти песни, вот «Обработка Смольского», то катилась вот «Черная галка». Галка по бары, да? Да, по бары. Потом, да, такая уже лихая Люда Полковникова, наш редактор, она, я хочу, чтобы ты записала «Мой родный кот». Я говорю, я не пою песни, я пою, мне надо Чайковский, Рахманин, Танеев, Мусорский, а я хочу, чтобы ты записала ее. И, значит, включили оркестр, фонограмму, а я начала петь. «Мой родный кот, не надо, не надо мне здесь оперы. Давай пой, как песнь». Много очень на произведении, на обработке народных песен. Вот «Смольский» тоже, есть вокальный цикл «Дзявочие», и он еще ее написал, будучи студентом. «Ой, чаго я сохну, ой, чаго я вяну, прийти вечерочок, а чаго я стану? Сосны мои, сосны, родные берозы, милый мой, поедем, не покинешь слезы, сосны вы мои». Вот такое было. Замечательно такие песни, но не такие все на белорусской мове, не так замечательно написаны. Я как-то, я все время сторонилась в песен вот сюда. И когда пришла на радио, мне музыкальная редакция говорит, «Тамара Сергеевна, нам не надо ваших Чайковских, Рахманиновых и так далее, у нас есть записи Образцовой, Синявской и так далее». А хочется ж, боже ж мой, после консерватории, вообще в консерватории, нас же учили этой классике все. Ну, а потом постепенно, постепенно, вот как-то, и где-то уже в 90-е годы я все это записала, что хотела, то и записала. «Аври, Мария, ави, Мария, ави, Мария, ави, 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 ави Тамара Сергеевна, а в вашей жизни не случалось, как будто по жизни иногда кто-то вас ведет? У меня очень хорошо пела бабушка, и я думаю, что вот ангел-хранитель, она у меня. Как-то я вот ее очень прислушивалась к ней все время. Потом мама уже сменила, наверное, ее. Я читаю Библию, перечитываю ее. Там столько, как это раньше, я не знаю, зачем запрещали эту религию. Там столько умных вещей написано, что можно ничего не учить, только вот Библию изучить и быть настоящим. Не знаю, что еще. Еще, конечно, большая любовь к музыке, большая просто, невероятная. Вот, ну, не могла не петь. Маленькая была, мама все, ну, Томочка, ты у меня такая, ну, симпатичная, конечно. Веснушки были страшнейшие просто. Я была такая русая, светло-русая. Она, ну что ты, ну какая из тебя артистка, моя хорошая, поступай. Будешь, как я, учительница. Я говорю, не хочу, я буду петь. Это лет пять было, может, меньше. По радио постоянно велись эти программы, транслировались. Лебединое озеро, балеты даже. И вот эта музыка. Я сижу, у меня там, я не знаю, что дитя сидит, переживает. Она подойдет, говорит, что с тобой, милая моя, да что ж с тобой такое. Я плачу, сижу, три ручья. Вот от музыки Чайковского, там Ромео Джульетта, помню, Прокофьева шла. Очень много передавали, а уж как телевизор появился, боже мой, от экрана нельзя было оторвать. Потому мама меня как-то повела почему-то, ну, у нас не было же в Омске оперы, оперного театра. А Перетта очень хорошая, замечательная вообще, не знаю, мне нравится больше всех. И Сильва шла, и вот она меня на эту Сильву повела. Думает, ну раз дитя уже к музыке такой классической, надо же ей приобщать. И вот Сильву я послушала, и дома все это, все изображала эту Сильву, пела. А потом, когда уже приехали мы в Киев, и там пришла я в театр. И первый раз я там послушала, кстати, вот, для ребенка это вообще невероятная опера. Это Джузеппе Верди, Аида. И мне там Нерис больше понравилась. Я же не знаю, ну кто я, Господи, 10 лет там, что я думала, что я буду петь так вот. Ну вот заболела театром просто невероятно. Это, ну, меня музыканты поймут, и вы меня поймете, Мариночка. Сложно очень. Вот так и вела, вела любовь к музыке. Ну что ж, я предлагаю вспомнить еще одно прекрасное произведение в вашем исполнении. Спасибо. Это оперный театр. ПЕСНЯ Эта программа снималась по заказу московского радиотелевидения. Первый был вариант, сняли. Я в разных нарядах там была. Тоже и в оперном снимали, и в цветах, где-то магазин цветов там был. Но там такая была хорошенькая, просто, ну, правда. Нет, зачем это? Сделали вы утреннюю почту. Нам нужна классическая певица. В одном наряде никаких. И я вот в этом наряде все шесть или семь, по-моему, там, восемь романсов. Ну, была на 40 минут передача. Поинственным я занят роковаром, но не с тобой я сердцем говорю. Вы в прекрасной, скажем так, форме. Так я что-то еще молодая еще тут. Ну, я в Испанию ездила в это время как раз. Так что, ну, на гастроли я имею в виду. Ну, вот, кстати, действительно, вы рассказывали о том, что объездили каждый уголок Беларуси. Но не только же в Беларуси. Гастроли были и по Советскому Союзу, и за рубеж. Говорят о том, что в Испании были очень хорошие отзывы по поводу вот манеры исполнения вашего голоса. Испанцы влюбились в вас. Ну, вот, что мне присуще, такая большая, как сказать, не знаю, эмоциональность. Темперамент. Слово не люблю, а эмоциональность обожаю просто. Потому что певица, певец должен быть эмоциональными, но так они неинтересны. Я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент из вокального цикла на стихи поэтов Испании. Ночь темна и бесприютна, Ночь спустила сна моря. В люльке я тебя качаю, И не одинокая. Это Женечка-грядюшка гитариста. Знаменитый. Мы с ним записали на радио вот этот цикл. Он мне его предложил. Я даже не знаю, где он сейчас. Хороший музыкант. Хорошая запись. Ну, что, молодость. Самая главная музыка. Счастье было огромное. Будем в мире бесприютны, И у всех печаль своя. Я груди тебя прижала, И не одинокая. А сейчас я предлагаю перенестись во времени, вновь за эмоциями и воспоминаниями, в 1997 год. И вот подсказка на экране. День и ночь роняет сердце лаской, День и ночь ложится голова, День и ночь, Знаменитый. 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 Я даже вообще бренд романсовой творческой деятельности. Вот это только раз бывает в жизни встречи. У меня концерт был в «Хармонии». Вы знаете, аншлаг был просто. Эти товарищи, которые там, Они не верили, что... Соберется к руководству. Да, вы знаете, если... Надо было пойти к одному, ко второму. Пришла, он говорит, Знаете, если вы наберете хотя бы 60% публики, То вы не будете доплачивать. А если, извините, 20, 30, 40... Ну, вы знаете, у нас такие тут певцы пели. И зал был полупустой. А у меня негде было яблоко упасть. Что такое забыла? Аншлаг. Белые кацы, гроздья душистые, Вновь ароматом полны. Вновь разливается песня сувеная, В тихом сиянии луны. Вновь разливается песня сувеная, В тихом сиянии луны. Мы много сегодня говорили о творчестве, О работе. А я предлагаю сейчас такой небольшой блиц-опрос, Ну, в котором, в принципе, Можно что-то и о работе, Но самое главное, О самой себе рассказать. О самой себе это моя работа, Мое пение. Я не люблю слово работа. А вот, ну как, работаем, работаем. Ну что я, в цирке, что ли, Там работают люди действительно. А здесь поешь, свое удовольствие. И за это еще и деньги платят. А вот еще. Один из гостей у нас сказал, Это же замечательно. Я выхожу на сцену, Получаю удовольствие, А мне за это еще и деньги платят. Абсолютно верно сказал. Просто замечательно. Поэтому вся моя любовь, Вот эта музыка. И, конечно же, семья. Мой сын замечательный. У меня сыночек, Программист великий. Как он зовут? Антон. Прекрасно. Очень хорошая семья у него. Детки, замечательно. У меня внуки прекрасные просто. Внучка и внуки. С музыкой не связывались? Не связались в свою жизнь? Музыкальную школу, да. Закончил внук. Сейчас он в университете учится. Тоже на программиста, как папа. Маленькая моя внучечка, Она сейчас на фортепиано. Алеша аккордеон, По классу аккордеона заканчивал школу музыкальную. А Ариночка, она на фортепиано. Очень нравится им. Они играют. Помимо того, своих занятий общественных, Школьных, они все равно приходят домой И занимаются музыкой. Не знаю, как поведет. Как дальше мою внучку. Как распорядится Бог и судьба. Думаю, что хотелось бы, конечно. Знаете, как хотелось бы. Она хорошо поет, может и будет петь. Дай Бог. Тамара Сергеевна, пару коротких вопросов. Чему вы посвящаете ваш досуг в свободное время? Музыки, пению. Ну, естественно, семья. Уборка, варка и так далее. Это все понятно. Еще читаю, очень люблю читать. Ваше любимое место в Минске? Троицкое предместие. Троицкое предместие. Да, просто прекрасно. Пройдешься там, походишь. Как-то отдыхается душой эти небоскройбы. Все душат. Дышать не дают. А здесь так воздуха много. Потом я живу возле Комсомольского озера. Там очень сейчас хорошо облагородили. Все красиво, замечательно. Фонтан такой, что лучше и в городе. Там люблю бывать. Костел это вообще святой. Я хожу, дети мои ходят в Красный, а я хожу в Белый возле консерватории. Мне удобно. И вообще там отдыхают тоже. Дева Мария. Да, Дева Мария. Пресвятой Дева Мария. Вы романтик или прагматик? Конечно, романтик. Я вообще, господи, я жалею, что я не прагматик. Прагматиком легче живется. Вот как-то они расставили все свои точки надели, как говорят сегодня. Они знают, что сделать. А я все время сомневаюсь, так ли я делаю или не. А на какой возраст вы сейчас себя ощущаете? Да, думаю, на 120. Я тогда хотела бы сказать браво нашим гримерам. Томарь Сергеевна. На 120. Не может быть. Как говорят, у меня сестра в Израиле живет, двоюродная. Поздравляю с днем рождения. 120 лет. Это у них такая все. Понятно. Живите 120 лет. И вашей программе в 120 лет существовать надо. Очень хорошая. Потому что она академическая, хорошая такая, замечательная программа. Очень, не многие, а очень многие любят вашу программу. Спасибо вам, Мариночка, большое. Мы действительно команда. Мы с большой любовью относимся ко всем нашим гостям. И даже после того, как вы уйдете отсюда, все равно вот эта вот связь остается. Да. С большим почтением, любовью и трепетом относимся ко всем вам. Спасибо большое. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке гни сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа или роса блестит, Мне от глаз твоих красивых взор не отвести. Прошел чуть не полмирая с такой, как ты, и встретился. И думать не додумался, что встречу я от тебя. Верь, такой, как ты, на свете нет наверняка, Что на свете покорило сердце моряка. По морям и океанам нелегко пройти, Но такой, как ты, желанной в мире не найти. Прошел чуть не полмирая с такой, как ты, и встретился. И думать не додумался, что встречу я от тебя. А скажите, Тамара Сергеевна, чем сегодня живете? Какие хлопоты, какие мысли, какие проекты? Я преподаю в консерватории. Академия музыки, не люблю этих академий. Консерватория, она консерватория. В вокальной кафедре, она концертмейстерская. Я пою им, пианистам, и они учатся музыке. Учу их музыке с преподавателем, который, как концертмейстер преподавателем. И я рада, я думаю, я на своем месте. Чем вокалом, преподавать вокал очень сложно. Вот это влезть в другого человека, у всех разный аппарат вокальный. Вот как ты влезешь в него, я не знаю. А вот музыку, музыке научить, вот это я могу. Так что вот этим я и болею. Ну, семья, естественно. Друзья у меня с возрастом как-то меньше и меньше. Ну, есть хорошие девочки, хорошие подруги. Тамара Сергеевна, подходит к завершению нашей встречи. Вы сегодня о многом рассказали и о многих рассказали. Примите, пожалуйста, от всей нашей творческой группы пожелания здоровья, солнечного настроения, чтобы все то, что вот будет происходить, радовало вас. Большое вам спасибо, что пригласили. Большое спасибо всей съемочной группе. Большое вам спасибо за эту передачу. Я ее обожаю. И вы клялись любить меня безменно, Боясь людей, боясь пустой молвы, Вы не исполнили священного беда, Свою любовь и ту забыли вы. И я живу, покинутая вами, Вы унесли в глубокие края. Мой призрак будет вас преследовать словами, Что ты забыл, то не забыла я. Поваженые телеголедачи, мы были рады новой встречи с вами. Рады были и снова приоткрыть для вас Великие и уникальные киновидофонды Национальной державной телерадокампании Республики Беларусь. Кали у вас з'явилось ожидание набыть видеоматериалы для уласного архиву, Кали ласка, звертайтеся до нас. Дасылайте ваши пропановы, Каго бы вы хотели убачить гостям нашей кинозалы. Пакидайте свои пропановы на наших сторонках у социальных сетках. До наступной состречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова